Мы на месте. Мы приветствуем Диану. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Что-нибудь визуально мешает? У нее какая-то на голове, на лице даже, я сказала, под носом, где губы, как такое что-то есть, частично, а так нет ничего. Хорошо, начинаем сканирование. Даю команду на счет риска на сканировать пространство над головой Дианы под ногами. 360 градусов вокруг нее сканировать все 7 тонких тел Дианы. Находит все. Нет джинн, инкуб, глизарт, рептилоид и два грея. Репт, два грея. Какая интересная команда. Итак, у нас джинн. Какой она джинн? 71.11. Еще синий или уже полузолотой? Он какой-то даже более красный, что ли. Такой оранжево-красный. Снимаются маски и голограммы. Все сущности представятся глаз на своему эфирному коду ДНК. Золотой. Хорошо, дальше инкуб, лизарт, рептилоид. Какой рептилоид у нас? 70. 70? 80. Лаборант? Лаборант. И два грея. Начинаем с реверса энергии. Перед тем, как мы начнем, я спрашиваю всех, у кого есть контракт с Дианой. Кого? Вера, говори или микрофон посмотри. Ты пропадаешь. Очень тихо идет звук. Ни у кого. Хорошо. Даю команду тонкой копии Дианы спрейсера. Все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным, могла получить от них, возвращается к ним. Итак, сколько Джин находится в этом биополе? Три года. Ты в квартире присутствуешь в ее комнате, где она живет? Чуть-чуть. Твоя пыль есть. Рассыпал. Понятно. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Четыре года. Это ты был противник того, чтобы она нашла себе мужчину нового, новую пару. У меня есть мужчина. Ты себя имеешь в виду? Да. Хорошо. Она даже не подозревает о твоем существовании. Лизар, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Семь лет. Да что ты делал в этом биополе? Ты переключал настроение? Что ты делал? Эмоции? Воровал? Краски? Что? Наоборот. Краски делал яркими, подсвечивал. А смысл? А что ты получал от этого? Он давал ей настроение и давал ей вдохновение, как он говорит. Картины показывает он ей. Вдохновение. А что ж ты забирал тогда? Там резко уходило все это. Вот именно это я и хотел спросить. Накапливал и потом резко забирал. Все правильно и происходило. Опустошал я. Опустошение происходило. Все понятно. Это я спрашиваю для Дианы, чтобы она знала, как каждый работал. Итак, рептилоид 80. Какая цель вашего эксперимента? Как долго вы присутствуете в биополе? Совсем недолго. Три месяца. Три месяца. В комнате вы присутствуете? Да, есть плата. Как с реверсом, Вера? Закончил. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Диана забирает все чистые, светлые, божественные. Энергия обратно пошла. Энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Диана себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Джин, у меня к тебе вопрос. Три года ты находился. Какой твой интерес? Что ты получал от этого присутствия, от Дианы? Какие материальные вопросы? Вопросами ты занимался, скажем так. Ну, он не зря был оранжевый или красный. Мне постоянно был вопрос этот, или ногами нужно было ходить, чтобы зарабатывать. То есть в постоянном движении быть или в голове был постоянный, как полыхающий вопрос, как заработать больше? Понятно. Ты переключил полностью все внимание на материальный вопрос, на зарабатывание средств. И из этой энергии ты, соответственно, себе получал свои монеты, правильно? Да, у нее было постоянное напряжение, как экономический вопрос. Да, на подсознательном уровне. Проблема. Конечно, и с этими перепадами, которые еще Лизард и Инкуб делали. Все понятно, хорошо. Ждем окончания реверса. Грей, какая цель вашего эксперимента, что вы установили в биополе? Он показывает, что они установили. Ну и объясни, как оно действовало. Какая цель эксперимента? Вы установили конструкцию в ее биополе или какие-то чипы? Что они делали? Рассказывали. Что? Головного мозга и ее импульсы. Какая только подключали к платам, установленным на потолке. И сколько вам времени не хватило? Эксперимент в самом начале. Хорошо. Если бы подключили эти платы. Создали бы голограмму. Из нее, да? Которую перекачивали бы всю информацию и каждосекундное мыследействие, создавая копию. Я это тоже понимаю. Вы собирались воздействовать на эту процедуру еще дополнительно, внушая другие мысли, понижая вибрации через эту голограмму. Брать ее под контроль полностью. Входило это в цель эксперимента. Я же полагаю, вас не только интересует воровство энергии для своих... Это не воровство энергии. Это создание двойника. Ну вы же взамен ничего не взяли, не дали. Соответственно, это и является воровством. Здесь не только энергии. А что еще? Мы говорим о информационном поле, содержащем память, мимику, маленькие нюансы. То есть отработка до мельчайших деталей копии. Именно, пока идет сканирование. Все понятно. Ну давайте с вас и начнем. Выходите, отключайтесь полностью, ничего не забывайте, возвращайтесь в клетку назад, докладывайте о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером, несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть. Я вас предупредил. В общем-то такая полоска, идущая от висков, где-то там она за ушами. И сейчас она под носом находится. Вообще она двигается, как сканирует. То есть она поднимается вверх, идет, сканирует голову, возвращается назад. Ну она же как-то должна это замечать, была эта процедура. Это какой-то дискомфорт должен все равно быть при этом. Глаза у нее, глаза. По глазам била, да? Какие-то моменты она как пелена ей мешала. Хорошо, я поэтому и говорю. Пошло сканирование в тот момент. Чтоб Диана это все услышала. Диана, вы видите ту веселую команду, которая находилась в вашем биополе? Трудно поверить. Тем не менее, они здесь. Ждем пока Грейси снимут. Ну они убрали этот сканер. Тогда очередь Лизарда. Лизарда, ты в сердечной чакре сидел? Да. Вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Он показывает, что когда она занимается своим делом, она начинает подпевать себе, как мочит. И Лизарда начинает раскачиваться. Ему нравится. Сердечная чакра, ему нравится. И вот эти вот обостряются цвета, и у нее идет ее работа. Интересная связь. Хорошо, благодарю за эту информацию. Вдохновление, как он говорит. Он снял все. Хорошо, Инкуб, твоя очередь. Выходи. Что ты на ней оставил? Накидку или что у тебя там есть? Накидка, и она идет от лба, как паранжа. Закрывает ее лицо, плечи, руки закрывает. И снимай ее, отключайся полностью, и ответим на вопрос, как она воздействовала. Она отпугивала других мужчин, я так полагаю, они ее не видели. Она не отпугивала, они ее просто не видели. А что не видели, когда смотрели на нее? Пустоту. Это так работает Инкуба. Бледно-серая пустота. Все понятно, так мужчины воспринимают эти сигналы. Абсолютно верно. Инкуб не хотел ни с кем делиться. Готова. Ну и джинн золотой. Те выходить не надо. Что ты установил в ее биополе, кроме пыли? Есть твои подключки? Да, в ногах у него есть. Втягивай все в себя. Все подключки, всю пыль, ничего не забывай, приступай. Готово. Все все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Дианой с джинном, инкубом, лизардом, рептилоидом и двумя грейми. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Ей джинн убрал с ног, но он не все убрал. У нее как подковы на ногах. Ну, джинн, наверное, хочет проверить, как горится хорошо в клетке, когда скэнер сканирует и дает 15 миллионов герц удар. Говорит, что ему надо выйти для этого. Так ты скажи, что тебе надо выйти. Или ты ждал проверки. Выходи, отключай. И что ты там установил за... Чтобы ноги постоянно бегали, да? Как подковы, да. Когда она уходит, у нее красная искра идет оттуда. Готово. Итак, рассинхронизацию повторить? Да, пожалуйста. Даю команду на рассинхронизацию Дианой с джинном, инкубом, лизардом, рептилоидом, двумя грейми. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Итак, лизард, ты в квартире не присутствуешь. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Инкуб, ты в квартире не присутствуешь? Нет. Готово уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Хорошо, Джин, у тебя осталась пыль еще в квартире. Надо будет ее тебе собрать. Я тебя сейчас отправляю в квартиру, собираю всю свою пыль. Я прихожу, проверяю, отпускаю тебя на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Дианы. Один, два, три. И Джин уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растаряй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи, приветствую. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь рептилоид 80-й. Три месяца вместе с двумя Грейми делали копию. Пытались сейчас ее сделать. И в этот момент мы их обнаружили. Посмотри, пожалуйста. Что тут смотреть? Мы их забираем на проверку. Хорошо. Там платы. И инструкцию тоже. Благодарю тебя. Мы платы уберем в комнате. Готово. Всех забрали. Поехали по частотам. Переходим на частоту неупокойной и бесплодной души. Есть. Что есть? Неупокойная душа есть. Неупокойная душа идет в клетку. Обращаемся. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Представь себе, неупокойная душа, как к тебе обращаться? Келли. Зови меня Келли. 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 Келли? Да. Келли. Хорошо, Келли. Как давно ты находишься в Диане? Последние 7 минут. А как ты попала? Пришла с какой-то целью? Очень спешила. Портал. Портал колышется. Портал энергии. Зовут меня. Да, мы будем открывать. Мы можем открыть этот портал. Еще пару вопросов задам. Как давно ты закончила свое земное воплощение и в каком возрасте? Мне 28. Болезнь, несчастный случай. Что случилось? Умерла в 2023. Скала. Скала сорвалась. В какой стране это было? Несчастный случай. Америка. Штат Миссисури. Массачуссис? Миссури. Массачуссис. Понятно. Хорошо, Келли. У меня больше вопросов никаких нет. Мы готовы тебе открыть. Сейчас светлый портал. Ты готова идти? Да, я здесь сделала все, что смогла. Отлично. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. Келли идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто знает и любит ее по ту сторону, встречает Келли. Встречает ее? Встречает. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим на чистоту. Бесплотный портал гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Диана, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень по-новому. Я вся плавная. Мои энергии, они гибкие. Я их чувствую. Это приятно. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей комнаты. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дианы в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки из виленки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.